Стоит ли ожидать повышения сложности на экзамене профильной математики в связи с переносом даты сдачи? Ответ такой. Экзамен, как вы знаете, Единой Государственной, его результаты действуют несколько лет. Поэтому варианты экзамена каждый год примерно такой же сложности, как и в прошлом году. Естественно, человек, который решает задание прямо на экзамене, и человек, который разбирает какой-то другой вариант предыдущего года или другого региона, сидя дома на диване, совершенно имеют разные представления о сложности. Оно немножко сбито, поэтому может казаться, что сложность экзамена меняется от региона к региону или от года к году. Нет. Экзамен абсолютно стабилен. И те варианты, которые были подготовлены к обычному сроку, они же будут и в основной. То есть, вся сложность экзамена четко сбалансирована, полностью соответствует задачам экзамена. Будут ли усложнения по сравнению с предыдущим годом? Во второй части нет, не будет. Я про это уже сказал. Во второй части профиля, ну, конечно, я думаю, все выпускники с ней знакомы. Первое задание – это уравнение с отбором. Как правило, тригонометрическое, но могут быть и показательные, и какие-то другие виды уравнений. Второе задание – это стереометрия. Причем какие-то абсолютно типичные тела, которые вы встречали уже в школе. Это может быть и призмы, и тетрайдер, ну, какие-то другие объекты. Может, шар даже будет. И нужно найти те или иные геометрические величины, которые, собственно, вы проходили. Это может быть расстояние между точками, которые как-то в этом теле образовались. Может быть угол между прямыми, прямой и плоскостью, площадь та или иная. То есть, поэтому все абсолютно типично. И, собственно, мы говорим, что во второй части, собственно, задания более высокого уровня сложности. Там нет открытого банка, вы решаете новые для себя задания. Но если все школьные тела вы изучили, если вы попрактиковались в нахождении, то проблем у вас, конечно, не будет. Ну, следующее задание – это задание, посвященное неравенству. То есть, действительно, 15-е задание у нас – это задание на решение неравенства. Я уже отвечал на вопрос о том, что неравенства, которые могут быть в 15-м задании, эти неравенства не могут быть иррациональными, но они могут быть и показательными, они могут быть и логарифмическими. Они могут быть дробно-рациональными. И, кстати, при решении этого задания тоже достаточно часто поступает вопрос, а вот ОДЗ, область допустимых значений, обязательно ли использовать, разрешено ли использовать, можно ли использовать. Я про это уже говорил, я еще раз хочу подчеркнуть, что при решении задач можно выбирать любой математически корректный способ решения. Есть способы решения, которые не требуют нахождения области допустимых значений. Есть способы решения, которые требуют нахождения области допустимых значений. Поэтому ее использование зависит от выбранного способа решения. Если вы выбрали любой корректный способ, с ОДЗ, без ОДЗ, если решение верное, то вам будет, несомненно, поставлен полный балл за это задание. Вообще можно использовать любой метод, который есть в школе. Я хочу вас предостеречь. Не поддавайтесь на какие-то провокации иногда вузовских преподавателей или каких-то очень продвинутых коллег, которые говорят, мы сейчас вам придумаем какой-нибудь универсальный способ решения этих задач. Хватает обычных школьных способов. Ну и это же касается и каких-то продвинутых методов линейной алгебры в стереометрии. Ребят, вы скорее в них запутаетесь и сделаете ошибки. Пользуйтесь обычными школьными методами. Еще иногда спрашивают про так называемый метод рационализации в 15-й задаче. Коллеги, такого формального метода в школьной программе нет, но любое решение задания методом равносильных переходов, оно абсолютно корректное. И, соответственно, если равносильные переходы сделаны верно, нет никакой проблемы. 16-я задача планиметрическая состоит из двух пунктов. Один из них на доказательство, второй на нахождение величины. И так же, как и в 14-й задаче, я хочу напомнить, что если, например, у вас доказательство не очень получается, или вы в нем ошиблись, или даже не видите доказательства, попробуйте найти значение величин. Верное решение пункта B, 14-й задачи или 16-й, даже если вы не приступили к пункту А, даст вам полный балл за соответствующий пункт B. 17-я задача, ну, так называемая, как любят говорить, экономическая. Эта задача в первую очередь посвящена составлению математической модели на основании конкретного условия. Я вас умоляю, не надо учить наизусть какие-нибудь формулы тех или иных кредитов, тех или иных платежей и так далее. Вы, скорее всего, в них просто на память ошибетесь. Тем более, времени на экзамене достаточно. В условии все четко и ясно написано. Если вы просто переведете это условие на алгебраический язык и решите соответствующую задачу, там, это может быть уравнение, неравенство, еще что-то, то вы получите полный балл. Не нужно никаких формул на память вспоминать, тем более пользоваться без доказательства можно только фактами, которые есть в школьных учебниках. 18-я задача, задача с параметром. Задача, в общем, требующая существенной математической культуре, логического мышления. Задача для тех, кто уже претендует на баллы, превышающие 80. Остальным я советую больше сосредоточиться на других заданиях. Тут нужно четко, ясно изложить логику решения. Очень важно не пропускать логические шаги. Наднадцатая задача – это олимпиадная. Нет, никаких шуток тут нет, и она, конечно, не олимпиадная. Это задание, в которое, просто самое главное, нужно найти вариант решения. Вариант очень необычный, может быть. Но, как правило, решения этой задачи очень несложные. И они абсолютно посильные. И поэтому, тоже переходя, может быть, к советам, я бы советовал тем ребятам, кто уверенно себя чувствует, даже не обязательно идет на 100 баллов, пытаться решать хотя бы первый пункт этой задачи. Он вполне сопоставим с задачами, с кратким ответом. Какой тип экономических задач? За что могут снять баллы? Я уже более-менее сказал. Экономические задачи могут быть разных типов. Еще раз подчеркну. Эта задача не на знание каких-то экономических фактов, методов и так далее, из курса экономики. Все написано в условиях. Это задание по математике. Никаких знаний из экономики не требуется. Точно так же, как у нас есть 10-е задание в профильном экзамене, где имеется условие более-менее посторонней области. Например, в демоверсии локатор батискафа приведен. Или какие-то еще задачи бывают. И там все написано. Там приведены формулы. Все необходимое есть. Точно так же все необходимое для решения экономической задачи есть в ее условиях. Поэтому практикуйтесь просто решением разнообразных задач. Основной акцент делая не на освоение каких-то методов решения экономических задач, а на умение перевести задание на математический язык. Очень неприятно бывает, что человек, которого просто, можно сказать, натаскивали на решение конкретного типа задач, он видит похожую задачу на экзамене, такое было пару лет назад, и думает, что это она. И начинает ее решать, как ту задачу, которую его надрессировали решать. Ну, по образцу, например, демоверсии. И не читает внимательные условия, и не видит, что задача-то на самом деле немножко другая. В 13-й задаче тригонометрические уравнения. Нет, могут быть любые. В предыдущие годы встречались и логарифмические, и показательные. Поэтому не ограничивайтесь при повторении только тригонометрическими уравнениями. Тем более, еще раз подчеркну, мы стараемся всегда, чтобы во второй части разные типы функций были в разных задачах. Ну, иногда, конечно, бывают какие-то повторения. То есть, например, если у вас показательное будет на 13-й позиции, скорее всего, его не будет на 15-й. Действительно, тригонометрические уравнения там наиболее популярные, но есть задания и на логарифмические, и на показательные. Можно ли пользоваться теоремами и положениями, которые не проходят в школе? Например, теорема Птолемея. Дорогие коллеги, без доказательства можно пользоваться утверждениями из школьной программы. Если вы пользуетесь, привлекаете какие-то другие методы, то эксперт при проверке может счесть решение недостаточно обоснованным. Естественно, это тоже зависит от конкретной ситуации. Насколько существенен был этот факт, и, может быть, вы его там корректно сформулировали и так далее. То есть, поэтому пользуйтесь фактами школьной программы. Но я хочу обратить внимание, что в списке изданий, рекомендованных, допущенных Министерством просвещения, есть учебники углубленного уровня. Например, учебник Александрова по геометрии или учебник коллектива Протусевич Максима Яковлевича, коллеги из 2039-й школы по алгебре и анализа. Там очень много фактов, которые, в общем, я думаю, что почти все, что вы захотите использовать в тех или иных учебниках есть. Но я подчеркиваю, что действительно все задания экзамена решаются без проблем, строго используя только то, что входит в федеральный государственный образовательный стандарт, действующий, напомню, сейчас экзамен проходит по стандарту 2004 года, и базовых знаний для экзамена базового уровня и, соответственно, знаний профильного в ГОС на экзамене профильного уровня вам будет полностью доставлено. Итак, будут ли в ЕГЭ по математике на 15-й позиции иррациональные неравенства? Мне уже поступали такие вопросы. Иррациональных неравенств на 15-й позиции нет. И в экзамене их не будет. Если вам где-то дают тренировочные варианты, где они есть, но это может быть связано просто с тем, что вас еще хотят просто потренировать на них, но в реальном экзамене их не будет. Иррациональные неравенства не входят на данный момент, возможно, в школьную программу. Может ли быть иррациональные, могут ли быть, наоборот, иррациональные уравнения в экзамене? Дорогие коллеги, иррациональные уравнения, конечно, могут встречаться, например, в 18-й задаче и, в общем, в других местах. Более того, даже в первой части могут возникать иррациональные уравнения. В первой части профильного экзамена они просто вполне могут быть. Это вполне допустимо. Это есть, например, даже в демонстрационном варианте пример рационального уравнения имеется. А вот иррациональных неравенств в 15-й задаче быть не может. Тут упоминают один из сайтов Skyeng, там в 15-й задаче иррациональные неравенства. Ну, коллеги, может быть, коллеги просто решили потренировать вас, решать иррациональные неравенства. Не может их там быть. Я уже подчеркивал, коллеги, берите надежные проверенные источники. Очень часто коллеги сейчас собирают варианты из разных открытых источников и так далее. Ну, тот же ресурс решу ЕГЭ. Там много очень хороших задач, но есть много задач, которых и в помине быть не может. Даже близких к ним может не быть на экзамене. Ну, конечно, тот, кто хочет потренироваться решением сложных математических задач, это только здорово. И вообще не нужно ограничивать свою математическую подготовку только заданий, которые могут быть на экзамене. Можно ли использовать метод-координат, метод-аналитической геометрии в 14-й задаче? Я уже сказал, вы можете использовать любой метод. Метод-координат абсолютно законен, но тоже аккуратно, потому что вы можете просто запутаться в длинных расчетах. Никто не подбирал специально конструкции, чтобы их легко было просчитывать в координатах. Будут ли числовые наборы на карточках и досках в 19-м задании? 19-е задание каждый год приходит, ну, заново создаются, поэтому это оригинальные задания. Если задание было в прошлые годы, скорее всего, прям такого не будет. Может ли быть модуль в экзамене? Ну, вообще, задания с модулем, они... Ну, модуль такая же функция на профильном уровне вполне подходит. Если параметр решен алгебраически, без построения графика, но правильно, снимут ли баллы? Нет. Любой подход, алгебраический или графический, с необходимыми обоснованиями, вполне допустим. Вы не обязаны в решении задачи с параметром строить график. Сложность вариантов для разных регионов, я уже сказал, действительно, варианты сбалансированы. Естественно, уровень подготовки у ребят разный в регионах, поэтому статистика где-то может чуть-чуть отличаться, но не сильно. Но еще раз подчеркну, большинство таких впечатлений связаны с тем, что варианты с другого региона вы решаете дома, в спокойной обстановке, на экзамене чуть-чуть нервничать. Вам кажется, что ваш вариант был сложный. Можно ли задавать уравнение плоскости с помощью матриц? Я уже сказал, что вузовскими методами пользоваться очень нежелательно. Если вы все правильно, корректно сделаете, обосновываете, то все, конечно, будет зачтено максимальным баллом, но при этом шанс запутаться очень велик. Для этого задачи не подобраны, и, в общем, я бы не советовал так делать, но, естественно, полное корректное решение, использующее все обоснованные методы, то вполне. Какие типичные ошибки допускают ребята? Вы не поверите, самая массовая типичная ошибка, про которую я уже говорил, у тех ребят, которые плохо сдают экзамен, это неверно прочитанное условие. На втором месте это арифметические выкладки, и в первую очередь связанные с отрицательными числами. Я вас очень прошу, не делайте два действия в уме. Не пренебрегайте советом, который часто дают, но, к сожалению, не всегда слушают, что нужно обязательно записывать все промежуточные выкладки на бумаге. Не обязательно их переписывать в чистовик, если это задание с развернутым решением. В ответе вы пишете только ответ в заданиях с кратким решением. Но на черновики или даже на варианте заданий, которые вам выдали, делайте все выкладки. Два действия в уме, особенно с отрицательными числами. И сразу огромнейший шанс на то, что вы ошибетесь. Случайно перепутаете. А потом посмотрите, что же у меня тут в ответе. Мне не зачали задачу. Хотя все было правильно, но вот я чуть-чуть поспешил. Это свойство психологии человека. Поэтому, пожалуйста, не рискуйте на экзамене. Пишите все промежуточные выкладки. Я еще раз советую всем правильно планировать свою стратегию подготовки, заниматься математикой каждый день. Обязательно обращать внимание на сайт ФИПИ и пользоваться проверенными источниками. Это в первую очередь те сборники вариантов, которые выходят с грифом Федерального института педагогических измерений. Вы можете быть уверены, что здесь действительно задания, которые помогут вам подготовиться к экзамену. Поэтому очень прошу вас подходить к подготовке систематически, не выучивать каких-то сейчас новых тем. Спокойно, уверенно решать доступные вам задачи, повторять тематически раз-два в неделю, решать тренировочные варианты. Желаю вам удачи на экзамене.